Всем привет, с вами Джон Кобра! И в сегодняшнем ролике мы будем играть в бесконечную Икею. В сегодняшнем ролике мы будем стараться выжить в бесконечной Икее, будем прятаться от работников, будем строить дома из мебели и многое другое. Конечно же, перед просмотром этого ролика обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Ну что, не будем тянуть время? Начинаем! Мы заспалнились на карте и теперь нам надо будет выжить. Чтобы выжить, мы должны искать еду и строить себе убежище. Давайте возьмем здесь еду, я здесь вижу несколько тарелочек с едой, любимой фрикадельки из Икеи. Выглядит это все, конечно, очень интересно и очень-очень прикольно. Так, давайте возьмем здесь еды. Конечно же, желательно-желательно нам найти какие-нибудь медикаменты еще вдобавок, чтобы все было круто. Так, нам надо построить дом. Я даже не знаю, где мы будем строить дом. Вау, хорошее место для дома. Давайте именно здесь и будем его строить. Вместе с моим одним подписчиком будем строить дом. Строить мы его будем из столиков. Давайте начнем строительство нашего дома. Даже не знаю, как здесь лучше сделать. Здесь, кстати, мы можем двигать предметы. Да, мы их можем вот так вот двигать. Давайте как-нибудь здесь делаем интересненько. Вот так вот. Давайте вот так вот поставим. Смотрите, как это все прикольно выглядит. Вау, круто. Давайте еще, мне кажется, это как-то подравнение сделаем. Конечно же, здесь главное выжить, а мне кажется, красота здесь не главное. Но все равно, мы будем стараться сделать дом красивым. Надеюсь, что у нас это сделать получится. Нам надо как можно быстрее достроить этот домик, потому что скоро начнется ночь. А ночью может произойти очень страшные вещи. Не могут произойти, а произойдут. На нас могут напасть монстры. То есть работники Икеи, которые не хотят, чтобы мы ночь провели у них в магазине. Мы бы, конечно, с радостью выбрали с этого магазина, но... Есть один минус. И мы не можем найти выход. И нам здесь придется жить. И не просто жить, а провести остаток жизни в этой Икеи. Мне кажется, еще немного осталось до ночи. И нам сейчас надо достроить наш дом. Вот так вот он выглядит. И как только мы его достроим, мы там спрячемся и будем выживать. У нас наступила ночь, и теперь мы должны будем выживать. Мы должны прожить целую ночь. Потом, как только эта ночь пройдет, мы сможем снова ходить, и никого и ничего не бояться. А пока нам надо спастись. Я вижу в нашу сторону бежит... Ой, не разработчик, а работник. Нам надо спастись. В нашу сторону бежит работник. Теперь у нас будет бить... Люди, бегите! Бегите в домик, в домик, бегите, в домик. Прячемся в домик. Надеемся, что он нас здесь не достанет. Надеемся, что этот работник нас не достанет. Он может убить кого угодно. Только при одном из желания. Так, ну мы здесь спрятались. И надеемся, что он на нас не нападет. Он кого-то там бьет сверху, но мы надеемся, что не нас. Мы спрятались здесь, и здесь будем сидеть всю ночь. Надеемся, что работник сюда не придет. Просто если он сюда придет, то будет не очень приятно. О май гад, кто это? Я вижу, что это какой-то огромный, огромный работник. Я не знаю, что это. Мы все стоим здесь. Почему-то все вокруг нас покраснело. Я не знаю, с чем это связано, но вроде бы в нашу сторону, точнее, к нашему дому пришел огромный работник. Вы посмотрите, какой он большой! Поскорее бы мы прожили эту ночь. А то, мне кажется, прожить нам ее будет тяжелее тяжелого. Так, здесь, кроме этого огромного работника, я вижу еще маленького работника. Ой, мне немного страно страшно. Надеюсь, что мы сможем дожить до утра. Так, давайте попробуем выйти от Си-2. А, кстати, этот работник-то забагался тут. Он-то сломался. Нет, не сломался. Не сломался. Бежим, 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 бежим. Нет, 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 нет. Я переоценил свои возможности. Я думал, что он забагнулся. На самом деле, это был обходной маневр. Просто посмотрите, сколько она здесь. Весь сервер просто в одном домике. И старается выжить. Давайте покушаем, что ли. А то мы уже начинаем голодать. Давайте скушаем яблоко. И бургер. Да, скушаем бургер. Два бургера. И у нас теперь 83 хп. Нам бы по-хорошему надо аптечки найти. Но я вижу здесь огромных работников. Я не знаю, что делать. Нам просто придется сейчас целую ночь стоять в этом домике. Сидеть, если бы точнее. Но надеюсь, что ночью мы все же выживем. И эту ночь мы проживем. А потом на утро мы пойдем строить новый домик. Потому что в этом домике, мне кажется, после такого жить будет невозможно. На нашей карте наступил день. И теперь мы должны пойти на поиски провианта. Здесь я вижу аптечки. Мы их, конечно же, возьмем. Потому что хпшек у нас хоть и не так-то и мало. Но все равно лишние хп нам не помешают. Потому что работник на нас всегда может напасть. И если у нас не будет аптечек, то он может нас убить. А если у нас будут аптечки, то мы можем с помощью ими воспользоваться. И тогда, так скажем, мы сможем выжить. Да, мы сможем выжить. Мы сможем прожить немного дольше. Давайте побежим в эту сторону. Нам осталось найти только провизию. Нам осталось найти еды чуть-чуть. Чтобы мои подписчики не померли с голоду. Так, давайте побежим в эту сторону. Мне кажется, что тут у нас где-то будет еда. Ага. Вот там еда. Вижу еду. Вижу еду. Бежим за едой. Сейчас мы будем ее брать. Мы можем взять, конечно же, воду. Но давайте не будем брать воду. А возьмем чипсики. Ой. А инвентарь-то мы не освободили. А инвентарь-то мы не освободили. Эх. У нас же сейчас полный инвентарь еды и аптечек. Да, ладно, ладно, ладно. Сейчас нам надо будет возвращаться. Потому что день уже идет достаточно долго. И скоро наступит ночь. Самое главное, чтобы когда мы шли, ночь не наступила. Ох, как бы я не накаркал. Так, давайте мы сейчас с моим подписчиком пойдем в сторону нашего дома. Самое главное, чтобы счастливо наступила ночь. А то будет не очень приятно. Нам придется строить на эту ночь какой-то дом. Кто знает, а вдруг на нас нападут работники. Тогда будет не очень тоже приятно. И даже будет немного страшно. Так, давайте возьмем вот этот фонарик. Ой, то есть вот этот вот прожектор, да, прожектор. Он вроде бы светит довольно-таки неплохо. Давайте его поставим рядом с нашим домиком. Хм. А где же, собственно говоря, наш домик? Хм. Неужели мы его потеряли? Ой. Мы его, наверное, потеряли. Надеюсь, что нет. Примерно мы шли правильно. Ой. Мы потеряли наш дом. И что нам теперь делать? А нет, вот он, вот он наш домик. Давайте подойдем к нему. И вроде бы, вроде бы, вроде бы, работников тут уже нет. Наши подписчики, смотрите, строят вот здесь уже какие-то платформы, чтобы выжить. Кстати, да, вот здесь они разбросали еду тоже. Так. Давайте где-нибудь тоже начнем уже строиться. Так, возьмем стульик. Нет, давайте его пока брать не будем. Я бы хотел где-нибудь здесь построиться. Так. Давайте, мне кажется, эту ночь мы проведем в другом доме. В доме, который будет уже где-то здесь наверху. Кстати, давайте здесь сделаем себе небольшую комнату, в которой мы будем спать. Потому что работники тут и ходят. И ночь нам где-то тоже надо будет провести. Потому что если сейчас наступит ночь, то мы к ней будем просто не готовы. Хотя, к ночи там будем готовы, но работников здесь довольно-таки много. Они на нас могут напасть. Так, давайте вот как-то вот так сделаем. Вау. Какой здесь красивый вид, конечно же. Просто на бесконечную идею. Это самый лучший вид, который можно получить в этой игре. Оу. Это что? Это блоки из Майнкрафта? Это блоки из Майнкрафта. Откуда здесь блок из Майнкрафта? Лол. Блок из Майнкрафта. А я думал, что я все видел в этой жизни. То есть, бесконечной пике. А я не видел, оказывается, блок из Майнкрафта. Вау. Это походит на Майнкрафт в Роблоксе. Интересненько. Интересненько. Давайте возьмем вот этот стулек теперь. А нет, давайте возьмем не стул, а лампочку. Потому что без лампочки мы умрем. Ай. Мы ее случайно взяли. Так, берем лампочку. И поднимаемся наверх. Поднимаемся наверх. Да. Я бы, конечно, не советовал стоять рядом с этими работниками. Это какой-то низкий работник. В смысле, по росту низкий. И давайте здесь сделаем вот такой вот торшер. И нашу кровать кто-то забрал. Стоять. Моя кровать. Я испугался. Я испугался. Что произошло? Вроде бы наступила ночь. Вроде бы наступила ночь. У нас здесь хорошее место. Хорошо, что в этот момент мы были тут. А то если бы мы были внизу, то нам было бы довольно неприятно. Так. Смотрите, работники там ходят. Кстати, их довольно много. А не знаю, почему их так много. И давайте, давайте скажем нашему подписчику, чтобы он шел к нам. Давай сюда, к нам, иди сюда. Мы тебя здесь откроем лесенку. Иди к лесенке. Так, короче, спасаем наших подписчиков. Они случайно, они случайно, случайно упали. Сейчас мы их будем спасать. Так, спасаем наших подписчиков. И вроде бы все спасены. Все спасены. Один наш подписчик решил переночевать в том доме. А один наш подписчик тут живет, да? Тут живет, да. Понятно. Конечно же, работников здесь очень много. Но мы будем спать и жить здесь. Я, конечно, не знаю, откуда здесь взять блоки Майнкрафта. А. Это был мой блок Майнкрафта. И давайте его здесь поставим. Нет. Убери. Это мое место. Я здесь буду спать. Я здесь буду спать. А вы уйдите отсюда. Я здесь буду спать. Это мои персональные хоромы. Это мой персональный домик. И я здесь буду жить. Я здесь буду спать. И мне здесь будет хорошо. Да. Вот до чего дожили. Живем на стеллажах Икеи. Ну, в принципе, мне кажется, это лучше, чем жить где-нибудь. Хотя бы внизу, да. Это лучше, чем жить внизу, да. Такие у нас времена тяжелые. Жить приходится в Икеи. Мы продолжаем сидеть здесь. И ждать, пока это ночь закончится. И к нам залезли работники. К нам залезли работники. Они сейчас нас будут сбивать. Блин. Они, наверное, залезли по лестнице. И сейчас будут нас сбить. Нет. 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 Стойте. Нет. 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 Давайте быстро. Юзаем. Аптечки. Аптечку. Юзаем. 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 Обходим этого страшного работника. И прыгаем сюда. Фух. Фух. Мы спасены. Мы спасены. Но их все стало намного больше. Просто посмотрите, сколько их теперь здесь. Ох. Надо нам немного покушать. Хорошо, что мы перед дедушей ночью. сходили за провиантом но работников здесь стал очень-очень много и даже не за как нам теперь спасись нам надо добраться до нашего места так помогаем помогаем нашему подписчику спасти и давайте мы рискнем собственным здоровьем и попытаемся забраться по этой лестнице ой ой сколько работников стаса и уйди уйди от меня уйди уйди нам надо каким-то образом от них убежать нам надо одних убежать убежать и ай ай уйди уйти 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 поставьте бригады бригады поставьте поставьте баррикады пожалуйста ради бога ради бога поставьте бригады блин ай 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 берем и хилимся ой у нас еды нет у нас нет еды все восстанавливаем хпшки и нас вообще почти не осталось бревян ты мне кажется еще немного и все от нас ничего не останется это кто это кто ай опять работник тут опять работник тут помогите 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 нам надо бежать куда бежать я не знаю куда-то бежать надо вот куда-то другой вопрос надеюсь что эту ночь мы сможем прожить кстати вот хорошее место для выживания мы здесь будем стоять и ждать пока не наступит утро наконец-то наступило утро и работники перестали на нас нападать конечно же очень жалко что мы потеряли все наши базы и теперь нам снова придется искать новое место для вас но я думаю что если мы немного постараемся то найдем хорошее место для базы вот здесь хорошее место для базы там тоже неплохо место для базы и самое главное чтобы наша база располагалась там где было меньше работников я надеюсь что мы сможем прожить еще несколько дней в икее и что нас никто не убьет мы будем надеяться что нас никто не убьет и мы выживем мы выиграем конечно же выиграть в этой игре невозможно ну ладно тогда просто выживем конечно же если вы досмотрели этот ролик до конца то обязательно оцените его лайком а с вами был джон кобра всем до скорой встречи и Продолжение следует...